МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три основной причины наших проблем, потому что сейчас бывает кризис, которые считают себя на зиму и принес. К примеру, классика, скажу. Нужна аналитика, аналитика и аналитика. Опираясь на прошлое, смотреть в будущее и не бояться этого будущего. Слушать друг друга, даже если то, что тебе говорят, тебе не очень сильно нравится. И очень важно, чтобы как можно больше людей прислушивались к мнению крупных ученых, которые сегодня собрались. Это историки, экономисты, философы. И чтобы это мнение было услышано за пределами общественной палаты. Спасибо. Я думаю, что обязательно будем взаимодействовать. Я бы не драматизировал ситуацию, потому что варианта только два. Либо концепция будет разработана с участием широкого экспертного аналитического сообщества, то, как сегодня это представлялось, и тогда она станет руководством к действию. Либо если будет келейная работа узкой группы людей, которая закрывается от критики, она не будет работать. Таких концепций у нас много, которые подготовлены и которые лежат на полке. Может, кого-то устраивает? Ну, это другой вопрос. Я позволю себе добавить. В мою бытность заместителя секретаря Совета Безопасности на площадке аппарата Совета Безопасности разрабатывалась концепция развития науки в России. Мы тогда вышли с предложением, разместили в том числе и альтернативные варианты вот этой концепции на сайте. И мы увидели, что общественность не просто, она очень серьезно, активно участвовала в обсуждении. Это одно из направлений. Я думаю, что концепция будет работать, если будут учтены мнения широкого круга ученых, общественности. Для этого мы сегодня собрались здесь. Мы дальше будем работать по этому вопросу. И мы очень надеемся, что это будет, вот, как я сказал, самое широкое обсуждение. И без него такую концепцию вряд ли сможем разработать. А главное, что это вряд ли она будет рабочей такая концепция и успешной. Вот если вы не слушаете мнения тех людей, которые действительно являются крупнейшими специалистами в своей области, то, наверное, для общества это будет колоссальная проблема. Я надеюсь, что так не будет. Канал Неверопива, скажите, пожалуйста, насколько востребованы ваши аналитические разработки органами государственной власти и насколько к ним прислушиваются? Ну, вопрос, он такой, достаточно, наверное, имеющий право на жизнь. Надо просто учитывать, что наша ассоциация существует вот в таком облике, который сегодня представлен всего один год. И на сегодня мы можем сказать, что уже направление сплочения экспертного сообщества, оно двигается и есть определенные результаты. Вот сегодня на нашем собрании, ну, вы видели и молодое поколение, которое очень серьезно было представлено на конкурсе по всей стране, выпущен словарь, который как бы дает возможность всем экспертам говорить на одном языке. На сегодняшний день организован клуб, который является площадкой для обсуждения, где представлены достаточно широко самые разные школы, самые разные направления нашего экспертного сообщества. Но понятно, что поляна эта на сегодняшний день, она занята самыми, как говорится, разными образованиями. Кое-кто претендует на монополию своих выводов и своих заключений. Поэтому мы понимаем, что только очень высокий технический, технологический, научный уровень тех исследований, которые могут быть проведены в рамках нашего сообщества, он привлечет внимание всех необходимых для этого, для принятия решений наших государственных структур. Ну и, естественно, мы планируем самую активную позицию занимать в плане того, чтобы достучаться до принимающих решения с нашими выводами и рекомендациями. Спасибо. Конкретный пример. 1 декабря 2014 года на площадке нашего клуба происходило обсуждение «Холодная война-2». Я думаю, что тогда, наверное, редко кто мог представить, что было событие 2015 года. Однако мы тогда позволили, мы, аналитики клуба, и наши коллеги, которые участвовали в обсуждении, позволили себе предположить и сделать выводы, что это никакая не новая «Холодная война-2», что эта «Холодная война» была, есть, и она будет продолжаться до тех пор, пока существует Россия. По крайней мере, я позволил взять на себя ответственность, сказал, что православие было, есть и остается главным врагом наших партнеров Соединенных Штатов, и об этом публично заявил господин Жизинский. Что мы сегодня видим? Во всех грехах, которые есть на земле, на Украине, в Сирии обвиняют Россию. И не очень охотно идет к нам на контакты, и мы сегодня с вами видим, насколько, как говорят, поднялся градус «Холодной войны». Она уже превращается, по сути, в горячую войну. И вот сегодня, на секции номер 4, мы продолжим разговор, как не допустить повышение этого градуса, как остановиться. Спасибо. Не считайте ли я своевременную для такой солидной организации, как Ассоциация, наше мнение, что актуально рождение органов, печатное свой блог, на странице, в котором периодически, систематически, широко, открыто будут обсуждаться эти вопросы, естественно, в контексте, естественно, военного, естественно, экономического, финансов, всех средств, но философского населения, и это и будет связь с гражданским обществом, то, что постоянно говорится, но никак не отсуществляется. Ну, в рамках тех возможностей, которые мы сегодня имеем, вы знаете, что мы живем за счет членских взносов, и благодаря пониманию значимости этой вида деятельности, мы конференцию эту проводим, благодаря доброму отношению общественной палаты, которая вот на себя взяла целый ряд функций, которые невозможно было бы нам осуществлять на серьезной такой финансовой основе, многие там другие мероприятия, там поддержка компании, допустим, там вертолеты России, нам очень серьезный спонсорский взнос сделали по этой части. Значит, с точки зрения популяризации нашей деятельности и создания определенного информационного пространства, у нас создан сегодня сайт, который, к сожалению, пока еще не заработал так, как надо, но мы предполагаем по мере укрепления нашей финансовой состоятельности, безусловно, создать необходимый печатный орган, а вам благодарны за предложение на вот этом этапе, как говорится, нашего становления сотрудничать с вами, как с некой площадкой, где могут быть предложены те или иные взгляды на текущее и будущее нашей страны. Спасибо. Олег Павлович, это военно-промышленный курьер. Юрий Николаевич, в своем докладе вы сказали, что о необходимости создания в России Государственного комитета по мочи технической политики, полномочия которого были бы равны Государственному комитету обороны, который действует во время великой действительной войны. Предполагает ли это и другой комплекс мер, переход в страны, мобилизационной экономики, и можем ли мы выйти из в зависимости от Запада, о чем говорит Глазик, без вот этих жестких дня? Ну, как вы знаете, вопрос мобилизационной экономики, он вообще сегодня обсуждается, и, в общем-то, это повестки дня не сняты, в соответствии с сценариями дальнейшего развития жизни и тех условий, в которых мы существуем. но когда мы говорим о необходимости создания надведомственного органа, обладающего, в общем-то, очень высокими полномочиями по организации и координации научно-технической деятельности, это, в общем, не открытие наше, это, будем говорить, все новое, это хорошо забытое старое. Мы помним, что во времена Советского Союза такой орган существовал и, в общем-то, показал свою и состоятельность, и целесообразность, потому что на сегодняшний день необходимой координации и необходимого какого-то объединения ресурсов, усилий в тех, будем говорить, ведомствах, в тех организациях, которые этими вопросами занимаются, ее не существует. Поэтому мы считаем, что вне зависимости от сценариев развития наших событий, создание такого органа, оно пойдет на пользу развития научно-технической деятельности и прогресса нашей страны. Спасибо. Сергей Александрович. Спасибо. Я благодарен организации аналитика за то, что они собрались сегодня. Было интересно послушать ряд докладов. У нас вся работа будет впереди. То, что они собрались в общественной палате, это как раз показатель того, что общественная палата это то место, как сейчас модно говорить, та площадка, где выражаются различные точки зрения по различным вопросам, имеющим кардинальное значение для развития нашей страны. И, конечно, развитие нашей страны возможно именно с учетом самых разных точек зрения видных ученых, экономистов, историков, философов и так далее. И общественная палата будет продолжать сотрудничество с организацией аналитика, потому что мы считаем, что эта организация представляет собой собрание выдающихся специалистов в самых различных областях, о которых я говорил. Нам очень интересно послушать их мнение, их вклад в развитие гражданского общества, как вы знаете, гражданское общество это тот главный доклад, который представляет общественная палата президенту России о развитии гражданского общества. Вот как раз по этому вопросу нам очень было бы интересно узнать мнение и в том числе такой интересной организации и важной организации как аналитика. Спасибо вам большое. Музыка Субтитры подогнал «Симон»